всем привет с вами александр усольцев и это московские новости недели что ж у нас неделька прошла быстро я не знаю как у вас осень наступила совсем осенняя погода и мы продолжаем снимать про кофе тоже в помещениях мы еще продолжаем раздавать то что мы сделали за лето в частности сейчас на канале вышел ролик про отдаленнейшую карельскую деревню гридина это вообще деревня куда наверное ну одно из самых трудонаступных мест куда просто вот ну без палатки нет смысла соваться в принципе там есть какой-то гостевой дом но в общем как то мы там тоже даже останавливались но это практически нереально и ну и что и вот посмотрите как сохраняется деревня до которой просто по ну практически без дороги нужно добираться от трассы не знаю сотни километров еще меня неделя прошла как-то удивительно потому что я не знаю столько врачей за эту неделю не видел сколько давно уже не видел вообще в принципе то есть успел побывать даже кстати говоря два раза и в детской поликлинике в детском травмпункте все хорошо вот но кстати говоря районная детская поликлиника меня приятно удивила после ремонта честно говоря прям это конечно уже избитый штамп что все похорошело но она сейчас выглядит совершенно круче чем любая частная поликлиника другой вопрос что я не знаю скорее всего проблема больше даже не в самом помещении даже не в оборудовании а в кадрах как всегда но это уже дискуссионный вопрос поэтому вот картинки покажу выводы делайте сами наверняка обратили внимание что на прошлом ролике из сочи я там совсем в плохом виде то есть мне прям было реально прям вот прям не хило так плохо сильное было там отравление и прочее 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 только я отошел как мне планово вырвали зуб и знаете и здоровый но почти здоровый снова почти восстановленный снова сделался больным поэтому извините если меня немножечко дикция сегодня страдает потому что зубы мудрости сложные многокорневые это так дело такое так что все кто знает тот поймет а еще тут подарок из петербурга пришел вот замечательный стеклоблок фальканье это строго говоря новодел это ребята в том числе известный вам я уже упоминал никита андреев который когда-то делал выставку про фальканье в музее архитектуры и уже в постоянной экспозиции музея архитектуры эти окна заложенные фальканье они остались но они молодцы они возродили вот эту технологию реставрационную и сейчас и и в некоторых заведениях используются эти стеклоблоки уже уже восстановленные или сделанные по старой технологии ну и либо в общем как-то используется для реставрации по сути говорю даже в европе откуда это все пошло в швейцарии но эта технология есть изготовление но это прям уникальная для мира ситуация сложилась у нас в россии но еще спасибо всем отдельное кто нас поддерживает на постоянной основе на бусти я напомню что у нас каждый четверг за исключением прошлого четверга когда мне было там совсем прям вот так вот у нас каждый четверг проходит закрытые стримы где я из студии рассказываю про разное что у нас происходит что в принципе не выходит на основном канале где-то какая-то вот ну такая вот знаете жизнь канала и какие-то приколы личного порядка и и не личного тоже но просто по каким-то причинам в паблик это не выложишь какие-то наши планы мы обсуждаем то что у нас на стримах в выходные происходят и где эти стримы делать всегда просто я учитываю пожелания и зачастую мы непосредственно по четвергам решаем какие стримы делать и вот мы ну я точнее придумал новую рубрику ну точнее как придумал рубрика очевидно невероятная как знаете как в свое время парфеновские намедни были по годам так и у меня уже накопились большие архивы которые надо разбирать и разбирая эти архивы по москве у меня с года с 2006 наверное они уже такие упорядоченные и соответственно преображение вот это похорошение москвы какая она была до этого где там какие-то вещи были как что было там в середине 2010 уже 10 лет назад у меня все это есть очень многие вещи очень подробно отфотографированы до к сожалению до два момента до эпохи смартфонов и до ютюба я очень активно фотографировал сейчас как-то стараюсь себя заставлять но меньше но зато как бы телефон всегда при себе фотографируешь но просто каких таких архивах меньше стало но это мы восстанавливаем но тем не менее вот мы уже обсуждали там 2003 2004 годы я показывал какие-то фотографии там с каких-то демонстраций с старого рождественского бульвара в общем дальше будем обсуждать уже там 2005 2006 и дальше 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 вплоть до нашей эры до пандемии точно дойдем так что прошу любить и жаловать у нас большая закрытая рубрика но она такая немножечко даже с личными оттенками а теперь новость для студентов интересующихся архитектурой и урбанистикой особенно обучающихся по этому профилю до 1 ноября идет прием заявок в рамках национального студенческого конкурса благоустрой если вы студент архитектурного или строительного факультета российского вуза и вам от 17 до 35 лет то этот конкурс специально для вас он может определить вашу дальнейшую карьеру и поможет заявить о себе на всю страну участвовать в конкурсе а можно индивидуально или в составе команды до пяти человек по условиям конкурса нужно разработать архитектурный проект по благоустройству общественных пространств по одной из номинаций парковые территории центральные площади набережные территории дворовые территории научные детские площадки объекты туристической инфраструктуры перед разработкой проектов благоустройства участникам конкурса расскажут об особенностях и основных трендах в урбанистике ведущие архитекторы урбанисты градостроителей страны а финалистов конкурса ждет архитектурная экспедиция в один из городов атомной энергетики россии и стажировки в ведущих архитектурных бюро не говоря уже о том что конкурс благоустрой это прекрасная возможность попробовать свои силы в реальной работе и получить бесценный опыт уже во время обучения вишенка на торте гран-при конкурса миллион рублей достанется лучшему из лучших проектов по благоустройству организаторами конкурса являются автономная некоммерческая организация национальные приоритеты совместно с минстроем россии до 1 ноября зарегистрируйтесь на конкурс на официальном сайте благодефисустрой.рф и заложите мощный фундамент для своей карьеры и процветания нашей страны ну и на этом к новостям недели у нас важное объявление будьте очень аккуратны если вы собираетесь перемещаться по москве в субботу на машине потому что ну знаете в такую погоду все таки ой ну возьму каршеринг ой возьму на мои поеду в центр на машине ой даже пусть платная парковка все равно поеду на машине что-то совсем все будет перекрыто вся москва там будет ограничение по парковке будут ограничения по проезду потому что в москве марафон знаете динамо бежит и все бегут как говорили в классическом фильме и так что очень и очень аккуратно если будете заезжать внутрь третьего транспортного кольца потому что как вы понимаете даже там где не перекроют там будут пробки ну и конечно же с этой погодой даже немножечко где-то первый снег даже немножечко проходил говорили что там какая-то крупа в воздухе появлялась но так или иначе все сразу начинают задумываться о менять ли резину потому что на машинах на каршеринга например на многих уже зимняя резина они ну понятно им надо весь парк переобуть к первому снегу уже точно но вот на этой неделе о смене новой смене зимней резины у нас роман вильфант глава гидрометцентра россия сказал что в москве о смене на переходе на зимнюю резину можно не задумываться до 20 октября ну вот я всегда смотрю во первых на прогноз а вторых помню что по как мне один водитель говорил по стандартам гаража особого назначения до 15 15 по 15 то есть с 15 апреля и 15 октября вот когда стоит посмотреть точно на прогноз и задуматься а может срочно поменять если нет то еще смотрим по ситуации у острова мечты появится открытый парк с аттракционами площадь составит около 20000 квадратных метров и открытый парк будет включать более 20 аттракционов городской променад зеленый лабиринт в общем ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла и должно это все заработать уже в июне 25 года большая часть то есть вот это вот уже ну буквально практически вот к следующему сезону ну а полностью в двадцать седьмом двадцать восьмом годах и мне интересно откуда будут вести аттракционы но явно скорее всего и откуда откуда еще из китая и посмотрим 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 потому что москва уникальный мировой город где нет своего парка аттракционов он был даже в девяностых годах парке горького он в советское время вообще в каждом парке были колеса обозрения и какие-нибудь минимальные аттракционы но все деградировало и в результате вот нагоняем сейчас любители модернизма бьют тревогу здание совета экономической взаимопомощи на новом арбате но его часто называют книжкой хотя она как бы не в ряду тех четырех книжек а такая как раскрытая книга уже рядом с белым домом так вот здание совета экономической взаимопомощи в котором с 90-х годов располагается мэрия сейчас полностью выселили департаменты мэрии расселили там кто на новый арбат кто куда но так или иначе здание будет полностью переделываться как сообщают что да мы здание сохраним но оно будет радикально переделано под какую-то коммерческую функцию плюс там еще и большой зал заседаний поэтому его тоже как-то будут переделывать в общем следим за ситуацией не сказать что здание прям такое супер знаковое для москвы но для своей эпохи однозначно и точно знаковая на этой вставной челюсти москвы нового арбата и тут же про высотное строительство у нас большой скандал даже большая проблема была в бирюлево там есть жк загорье на месте бывшего поселка загорье в бирюлево восточном мы там как-то даже стрим делали и вокруг этого здания проходили надо правда давно было но надо вообще повторить но как-нибудь знаете чуть попозже там потому что там расстояние большие так вот там в общей сумме 11 лифтов и работал только восемь кстати говоря но все равно то есть две с половиной тысячи квартир на огромный жилой комплекс и восемь лифтов и вдруг сломалось еще несколько лифтов осталось два лифта работать в результате на эти два лифта огромная очередь в подъезде некоторые люди по 40 минут не могли попасть в свою квартиру а ну знаете ли подниматься по лестнице на 25 этаж в конце рабочего дня наверное не каждый не каждый был готов не говоря уже просто ну как минимум есть люди кто не так физически развит и пенсионеры мамы с колясками вот вам пожалуйста когда в свое время я даже на стримах ходил и говорил что вот это удивительный жк может быть когда-нибудь здесь будет новое гетто проблема что там лифты скоростные то есть они не ну не такие как вот знаете как в обычном доме там лифтовая служба это отдельное что-то там заказывать надо а в бюджете это не заложено ну в общем тревожный звоночек любители многоэтажек и еще один тревожный звоночек любителям сейчас заселиться и гулять по дворам среди вот этих двадцати пятиэтажных домов на стилобатых в московских новостройках станет меньше парковочных мест и сменились нормативы тихой сапой что называется пролоббировали смену нормативов и теперь количество машин и мест будет будет на 20 процентов меньше то есть понятно что для застройщика это немножко такой ну и геморрой и в общем ну норматив лучше сменить чтобы было попроще и понятно что эти машины места продавались но теперь они будут стоить еще дороже и скоро у нас машина превратится в некоторых районах соответственно из средства передвижения в роскошь будет ну не знаю не как в японии наверное все таки или как в сингапуре когда у тебя машина стоит примерно столько же сколько у тебя права на ее владение и машиноместа но что-то потихоньку приближается вот к этой ситуации парковка платной с 1 ноября станет в некоторых частях даже подмосковье у нас 27 парковочных платных зон появятся в королеве реутове видном и красногорске приезжали в подмосковье бросайте машину практически везде потому что даже эвакуаторы там работали плохо на штрафовать никого не штрафовали ну и соответственно все теперь уже там будут тарифы конечно сначала 40 50 рублей штраф за неуплату две с половиной тысячи и будьте аккуратны в подмосковье теперь тоже и сразу другая новость в тему москва стала самым матерящимся городом россии петербуржцы употребляют нецензурную лексику почти два раза реже третье место занял новосибирск дальше ваш еще идут ростов-на-дону и екатеринбург надо понимать что это все делала одно агентство которое занималось анализом соцсетей а как бы ну город москва может быть указан в принципе у многих это ладно ну допустим все указали правильно но в москве проблема в том что москве просто огромнейшее количество народу и соответственно просто даже по частотности знаете каждый можно сказать что каждый практически пятый житель россии это москвич поэтому ну конечно по частотности употребления а тут еще платные парковки в подмосковье а тут еще вот эти все проблемы с лифтами конечно же стали ругаться больше ну а кто на этой неделе еще ощутил все прелести московской погоды и благоустройства я уж не знаю матерился этот человек пока ехал или нет но никол пашинян прибывший в москву для участия в саммите глав стран участника снг прокатился на велосипеде в районе сити по набережной там конечно с телефона показывает что вот я замечательно еду и вот смотрите москва похорошела замечательно хорошая велодорожка здесь и типа снимает себя вот так неформально но понятно что в москве это ни от кого не скроешься и со стороны это выглядело довольно забавно что вот едет одинокий велосипедист у него сзади охранник на велосипеде спереди охранник на велосипеде еще целый кортеж едет параллельно на всякий случай это собственно все что вы должны знать о том когда нам рассказывать что такой-то лидер страны прокатился доехал до работы на велосипеде ну от набережной сити к современной архитектуре вот так вот будет выглядеть проект нового банного комплекса на нежинской улице то есть это в районе на юго-западе москвы очаково-матвеевская там где круглый дом рядом на нежинской 13 в общем новые бани требуют новых решений вот такие вот стеклянные бани не знаю куда что там будет за стеклом но я надеюсь это не как в анекдоте что баня через дорогу раздевалка ну а еще на этой неделе показали как будет выглядеть элитная школа в хамовниках садов жк садовая квартала открыли новую школу ну и что я могу сказать она выглядит как типичная московская поликлиника я не знаю за как зачем там такие вот какие-то стерильные цвета и вот это все вот минимализм какой-то совсем уж скандинавский мы даже не такой со вкусом скандинавский а прямо какой-то вот такой белый цвет я чувствую что вырастет скоро целое поколение и будущее там не знаю 30-летние годах эдак там в 50-х вот в 50-х годах у нас 2050 годах будут очень любить и стиль модерн и какие-нибудь я не знаю олеповатые обои с цветами и что-нибудь такое а то и раньше это случится потому что выросло целое поколение вот в этих стерильных белых стенах которые будут считать что фу это вот наши там мамы папы выросли вот в этом как это прошлое поколение говорила что там в этом сером совке который совершенно все вот как бы серые стены и ничего ничего даже интересного на стенах нет чувствую нас ждет просто новый виток цыганского барокко ну а на войковской построят дома столбы или дома скалы но по крайней мере на красноярские столбы чем-то чем-то перекликаются посмотрим как это реализуют если это будет реализован с каким-то фасадом то это конечно будет выглядеть странно но тем не менее на рендерах выглядит все даже даже интересно но тем временем у нас завершилась реставрация памятника гагарину на ленинском проспекте но я надеюсь что после реставрации наконец-то гагарин будет в 12 ночи в полночь поднимать руки а то ради чего это все затеивалось на еще на этой неделе объявили обозначили сроки когда на ивановской горке появится мастерская левитана то есть там работал исак левитан мы даже мимо этого дома экскурсии водим и в принципе такое знаковое место левитан там работал у морозовых много чего написал и но а это здание было в частных руках его один галерист приобрел и вот буквально на этой неделе было обозначено что к двадцать седьмому году соответственно будет все отреставрировано и откроется там галерея будем ждать и реакции местных жителей потому что это для них тихий спокойный двор а тут вдруг какое-то арт-пространство у тебя перед подъездом открывается ну а еще про реставрации отрадная новость пришла из асташкова эта тверская область там реставрируют каланчу старую деревянную каланчу обещают реставрировать ну вот уже в 2025 году мы когда-то ездили по тверской области и снимали там отдельно про эту каланчу и очень надеялись что может быть когда-нибудь за нее возьмутся и вот в принципе по моему даже вот сколько я вот знаю это единственная деревянная каланча которая сохранилась и ради которой уже стоит в асташков съездить не говоря уже о том что асташков просто невероятно я невероятно в невероятном месте находится но наш фильм про тверскую область тому напоминание невероятное место красота но наверное не сейчас но как по весне уж особенно хотя сейчас золотая осень сейчас прям там наверное тоже неплохо ну и действительно важным новостям зажировка манула тимофея идет по плану московском зоопарке он набрал уже один килограмм так что холода и зима близко но на сфере ваша любимая рубрика московские старости 8 октября 1961 года только был открыт государственный кремлевский дворец съездов а не путайте я знаю все путают есть большой кремлевский дворец а есть государственный кремлевский дворец большой кремлевский дворец это сооружение николаевской эпохи это дворец это действительно вот эти золотые залы а государственный кремлевский дворец это вот эта стекляшка которую из-за Который у нас Кремль в свое время чуть не исключили из реестра ЮНЕСКО. Ну и когда его сооружали, просто сроки-то были горящие, как всегда. И, соответственно, вынули там всю археологию. И вообще, увы и ах, мы огромные пласты истории потеряли из-за вот этого бездумного строительства. Ну хотя бы сделали его не таким высоким, каким планировали изначально. За счет того, что огромная часть этого дворца съездов, государственного дворца съездов, государственного кремлевского дворца, под землю ушла. Он должен был быть выше, но решили, что оно все-таки не должно быть доминантой в Кремле. Поэтому, когда мы туда заходим в этот зал, там сам зал, он где-то там фактически под землей. Ну хотя бы так. Все-таки уже в начале 60-х годов немножечко возымело действие логика. Ну и напоследок, куда пойти выходные. У нас фестиваль «Золотая осень» по Москве идет. Сходите в музей «Садовое кольцо». Там у Дениса Ромодина замечательная выставка, нереализованный проект 20 века. По крайней мере, я вот планирую. Ну и, конечно, помните, что «Московский марафон» идет. Ну и, само собой, конечно, у нас все в описании. Ссылка всегда есть. Так что там целый календарь. Ну и, конечно же, приходите на наши экскурсии. Мы проводим их в поддержку проекта. Тверские и Емские. 12 октября в 13 часов вас будет рад поводить Иван Абашев. Ваш покорный слуга поводит вас по кварталам Лубянки, Мясницкий и Милютинский. Вот, 12 октября в 14 часов. По Преображенке в воскресенье вас будет рад поводить снова Иван Абашев. Ну а я вас повожу по Булгаковской Москве. Вот снова экскурсия, которая пользуется невероятной популярностью. Тем более, сейчас отреставрировали. Ну и благоустроили сад «Аквариум». Вот вместе и посмотрим. А, да. Стримы, конечно же, тоже будут. Стримы у нас по Гоголевскому. Мы в прошлые выходные так и не провели. Извините, уж не был не в состоянии в субботу. Поэтому по Гоголевскому бульвару мы оставляем в субботу. И, ну, наверное, красивейший осенний стрим нужен нам в районе Темирязевской Академии. Где просто невероятная листва. Красная, желтая и в целом такой город в городе когда-то был. Ну и, в общем, погуляем там. Посмотрим даже на, можно сказать, на эту ратушу. На то, как туда приезжали на дачи. На соломенную сторожку. В общем, все самое красивое. Ну, а я здесь с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк. Подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. С вами был Александр Усольцев. Всем пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!